доброе утро мое хорошее переомнику с вам всем из эстонии и сталина меня зовут я на его на канале о жизни обычной семьи в эстонии это для новеньких потому что новых их много всем вам на эстонском значит а для стареньких и для всех остальных настал тот день друзья мои когда наконец-таки сегодня я попадаю должна попасть к своему реабилитологу для тех кто не знает о новенькие в общем у меня в мае месяце была травма спины у меня был перелом позвоночника компрессионный у меня травма ноги была в общем теперь только сейчас только сейчас я попадаю к реабилитологу все эти миссия была на больничном еще лежала на даче мне нельзя было сидеть я только лежала стояла даже стримы проводила сейчас я попадаю врачу я так надеюсь что там все что-нибудь скажет мне хорошим все вам расскажу конечно что там было и как и потом нам с вами надо будет еще в магазин сходить время все походу расскажу вам дальше а теперь побежали со мной к врачу не отдашь я туда пойму я одна боюсь я только с вами все муж уже одевается везет меня тоже были за ручку держать маркиста стоишь за старше тебя накормили накормили все вышла от врача сейчас буду вам рассказывать свои пенсионерские новости с ногами спинами все сегодня просто дождь сейчас я в машину мы сейчас с вами в магазин проедем и тогда я вам расскажу меня на магазин холодно здесь рассказывать и тогда дома я вам а все расскажу сейчас туда-сюда это вы даже не представляете какая я балда я пошла дома значит собралась варить больше мы с вами его начали варить купила вчера или когда-то мы ходили магазин все купила а капусту забыла и сегодня у нас еще ситуация как мы сможем смеемся но у нас случилась ситуация у нас закончилась туалетная бумага у нас абсолютно всегда но везде так заначки заначки туалет и бумаги везде она лежит и здесь вдруг значит ничего и нигде была ситуация а вы мне на стриме говорили о том что в призме уже стоят всякие адвен календари и все к рождеству сейчас я в призме и вы были правы здесь все в адвент календарях начало октября стоят они с сентября месяца у нас стрим с вами был сдачи и вы говорили уже мне там тогда что уже продаются адвен календаре да лука у нас тоже нет это не она что она такая кудрявая на борщ она подходит на наш на наш борщ пойдет она нет не надо обычно где чё капуста нет и нету что ли это уже салатная ой какие хорошенькие тыковки декоративные не могу какогоя прелесть евро 79 что ли я не поняла насчет капусты я нету здесь только вот это совойская красная хочу обычно вот такие капуста проблема дайте мне качанчик просто качанчик 54 цента туалетная нету капусты нету и лук весь я полезу тому мужа половина этого лука гнилой гнилой он поэтому приехали очень заново магазин картошка сколько хотел он цены показать картошка 47 центов мытая 98 99 красная за килограмм вот в что не качество отличное морковка 39 центов лук 38 мелкий плохой красный евро 50 в эстонии продается туалетная бумага экологически чистая экологически чистая трехслойная туалетная бумага стоит она всего евро 89 экологически чистая но вот она такая серая серая коричневая тем не менее она с рисунком вот экология когда она вторичная какой-то вторичная переработка мы возьмем вот эту на тоже со скидкой сейчас 16 рулонов покажем да это насущная тема для людей 16 рулонов трехслойная как красивая бумага стоит 4 евро 99 центов всего 16 штук я как-то люблю такую тоже дракфлойная мягенькая очень съездили в призму и теперь я приехала еще хочу здесь на вас нами фруктов купить сливы хочу и вот на этом у себя на рай на районе что-то я еще хотела в пепку забыла купить еще что-то сейчас пробежимся пошел за пирожками за пирожками здесь шикарные пирожки мы сейчас с вами какой-нибудь еще шоколадочку муж пока за пирожками я в свой любимый турецкий загляну у них здесь новиночка какая-то была зашла блин а вы знаете что сейчас в этом нашем магазине в котором мы с вами а бассерин он у меня честно говоря закончился если так уж взять то я за ним за чеками своими ищу свой а бассерин и что-то его не вижу по моему после моих видео все разобрали договорилась и а мало того что я сюда зашла значит сегодня здесь я не знаю насколько долго спросим у продавца здесь сейчас болгарские дни дни болгарии тут уже деликатесы я так смотрю здесь некоторые вещи некоторые вещи уже может быть знаете ну для праздников для нового года там для не знаете отца в конце концов мышь своих мужчин то любим уважаем и бережем сейчас вам покажу немножечко здесь новинок моя бассерин на месте девочки чай для похудения на месте все берем этот а сейчас деликатесы сейчас здесь дни болгарии болгарские дни вина болгарские все гранатовое вино сладкое не полусладкая вина по 990 по 1090 и вот здесь белая вина белые по 840 и красные по 840 а деликатесы я вам хотела что показать я не знаю как вы я такое лично вижу впервые масло черных трюфелей я читала только когда то что он очень хорошо понижает холестерин там аминокислоты что-то я не очень хорошо в этом там читала и разбираюсь но по-моему это какой-то деликатес из черных трюфелей масло представляете 16 90 250 грамм миллилитровая такая бутылочка и из белых трюфелей это здесь такое вот этот грибами очень хорошо отдает ну конечно и потом здесь карпаччо из черных труфелей мне кажется 17 90 90 грамм вот такой деликатес уже наверное можно прикупить себе на празднике поставить на полочку чтобы было а вот такой маслица наверное хорошо подарить мужу папе на день отца но я так полагаю вот потом здесь еще такой как она маска на булочку или на хлеб так и как паштет тоже из черного трюфеля 690 95 грамм деликатеса такие классные здесь люди разбирают что дни болгарии сюда все сбегаются люди покупатели 100 грамм соль с вкраплениями черного трюфеля это интересно слушайте такой вот и деликатесный отдел здесь открылся мой вина конечно без вина в общем я хочу маслица взять и на мазочку наверно еще появился здесь болгарские у них лукум разные 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 клубника яблоко корица гранат еще что-то в общем евро 90 халва у меня муж любит халву ту которую мы с вами купили на ярмарке осенней в таллине халву муж съел и с шоколадом и инжирную инжировую так что придется покупать вот здесь я смотрю как раз болгарская что-то интересное 3 30 и 250 грамм пачка нас какао это с корицей и сам яблоком а это классическая вот это не знакомо взять посмотрим что тут у них еще есть такое болгарские какие-то варенья написано 60 процентов фруктов здесь такой густое абрикосовое прикуску с чаем или с кофе вкуснотища как это мы с вами видели еще здесь вижу из семечек тахин паста такая паста за 2 90 из семечек подсолнечника не знаю никогда не пробовала как вы думаете стоит а взять кстати вот помните мы летом пробовали с вами айвар вот этот очень мне понравился очень такой на гриле был как будто этот паприка с чем-то вкусно это теперь здесь такая же есть болгарская баклажан и перчик мой болгарский вкус и 490 250 грамм или ты ница то тоже все болгария по-моему да он как вкусно 380 намазочка такая это что это уксус пятипроцентный яблочный кстати вот я часто в воду по утрам добавляю яблочный уксус способствует похудению а если еще с этим нашему с вами апсеру так и не выучила то название с этим чаем для похудения и вот с утра немножко вот этого яблочного уксуса в воду натощак я вот пилот не хорошо помогает и худея прямо на глазах 260 700 миллилитров яблочный уксус туда найти я еще соуса люблю какие-нибудь с него делать заправить что-нибудь даже в свой цезарь а это пшеничная турецкая манка как интересно 360 видели когда не такое сейчас не делают какие-то каши или что специи вот меня у них люблю тоже специи но это вне всяких похвал их оливки на гриле вам говорила о палочке корицы вот я смотрю сейчас знаете начнется вот этот глек и все на напитки домашние в чайничке там апельсин покрошить имбирь что-нибудь еще и такой пал палочку корицы или сейчас взять я хочу же варить варенье может быть прямо варенье палочку 3 евро 50 грамм семечки сезам очень удобная упаковка в магазине покупала пачка все у меня рассыпается а это 4 евро здесь всякие разные 200 грамм большая упаковка удобно всякие разные их специи так что у них тут еще он это не баструма ли 6 евро 100 грамм баструма дает на это турецкая это тоже такое что еще кстати вот я искала для людей которые много говорят и для как раз периода такого сырого как у нас сейчас сами начинается да все это горло все а я страдаю во время стримов что я без конца что-то пью и начисли сосать вот как раз болгарские всякие как и леденцы конфеты с разными с разными вкусами знаете вот вместо того чтобы не анги на всякие покупать в аптеке дорогущие и вот для горло с с розой с грейпфрутом с ромашкой успокаивает до горло и всякие это вообще успокаиваешь и прососал уснул по соси и усни это с лимоном имбирь это хорошие штуки эвкалипт вову тоже разные строго евро 90 всего пакетик и ваши горло в порядке здесь еще появились всякие гели для душа с жасмином ой как хорошо пахнет откуда здесь с кокосом а это диодорам для рук хорошенький мыло наше с вами я беру опять а вы купили уже это самое мыло которое очень сильно пенится и не надо ничего никаких гели ничего брать с собой для бритья и мужчинам и женщинам ох у нас с вами были темы на эту тему он еще печенье какие классные с инжиром тоже надо взять 350 240 грамм а еще здесь прям на кассе стоит вот такая сладость как будто такие батончики с белым содержимым внутри покрытым шоколадом написано чайка ну я так понимаю что это мясо чайки в шоколаде 40 центов болгарская сладость пробовали когда-нибудь такое сегодня здесь людей так много мне уже жду жду здесь в кассу все болгарские дни и люди вот набежали прямо купила там купила тут все-то я знаете что хотела слив хотела вот слива 3.50 друзья мои только прилетели домой а муж купил пирожков пока я там сейчас покажу купила в общем а халву ему купила в турецком магазине вот этих вот сосательных конфеток попробовать потому что во время стримов у меня очень садится голос и там очень хорошие сейчас вот товары вот и белые болгарские дни мне понравилось задумалась об этом масле вот слива купила а теперь вам каратинечка а расскажу про значит врача для тех кто не знает значит мая у меня была травма и опала с крыши с лестницы подметать крышу хотела перелом компрессионный позвоночника позвонка и растяжение поставили на ноге мне как бы в пальцах палец болит на ноге когда ходишь и так далее и вот и только сейчас я смогла попасть к этому реабилитологу потому что совершенно невозможно попасть к врачам нету номерков на вот я попала к нему показалось рассказала и все что она мне говорит что в этом пальце у меня на ноге помимо растяжения которые говорили мне все врачи меня там перелом а вы по мне сказали в кохтлоярве что никакого перелома нет ничего делать не надо потом семейный смотрел мои снимки тоже говорит что перелома не ты сейчас реабилитолог как же нет когда есть в общем на в пальце перелом поэтому после травмы конечно мне ходить больно вот это вот все ничего хорошего значит вроде оперировать она как бы не хочет надеяться что это может поправиться все таки как-то назначила мне магнит на спину у меня еще позвоночник магнитотерапия какая-то в общем и лазер на ногу лазер на ногу все все вся эта физиотерапия это вам сразу расскажу про систему в эстонии по кассе здравоохранения не оплачивается и это все оплачивает сам больной пациент но в данном случае я я пойду делать этот магнит магнитную терапию магнит и лазер вот этот по 10 раз каждая процедура 1 процедура лазера стоит 11 евро а магнит стоит 27 евро все умножите на 10 270 и 110 евро все цены в евро все это складываем и получаем нашу реабилитацию при всем том что я застрахована вот в этом касса здравоохранения как бы у нас хайги кассы это у нас называется все равно физиопроцедуры платные так что списали это расписание надо ездить будет далеко потому что я попала к реабилитологу именно там в той и в той поле как бы в больнице и нельзя что выбрать физиотерапевта или все это физиотерапевтические процедуры где-то здесь у себя рядом не тогда и врач должен быть рядом короче мы все время туда теперь кататься и делать эти процедуры на ногу и на спину и потом еще назначен не физиотерапевт который покажет мне упражнения которые нужно были делать для укрепления спины и там ноги но это надо как-то сделать сначала процедуру потому что там серьезные все-таки наград вас травмы очень серьезно но вроде в операции на ногу пока не надо на спину не надо было изначально вот а про ногу я хуже всего нога и вот там как раз таки перелом вот чуть вот такая история очереди длиннющие стоят очереди в регистратуру из пенсионеров и все платят эту полную стоимость они тоже что ли платят за эти процедуры я не знаю в общем очередь стоит мест нет на платные процедуры тоже ели а выстроили значит вот это расписание мы там с этой дамочкой в регистратуре вот такие дела так что лечиться теперь будь не знаете пенсионеры-инвалиды одни процедуры одни какие-то гимнастики но в общем докатилась вот так пробежки у нас с вами по магазину много конечно интересно много еще и показать и рассказать но в один ролик от все не влезать вот так значит халва купила всякого там поднабрала купила покажу вам потом когда буду сосать это эти таблетки и там этот халву мужа хоть покажут вам съедает это даже не не посмотрим а сейчас обзорчик того что купили купили капусту купили со скидкой колбасу вареную несколько взяли салатик поджарить большую курицу гриль это настоял муж беда чего бы нам не небольшую курицу гриль грудь так вроде бы есть еда дома не давай курицу гриль ну давай пусть будет как катус с рыбой все что с рыбой ему беру он любит хлеб взяла цветную капусту от обжарить сварить обжарить там какой котлетки или к чему-то блинчики на 3 евро взяли с вареньем две сметаны два молока и туалетную бумагу взяли не что человеческое а нам они чуждо да и блогеры тоже люди я купила сливы муж купил пирожки здесь беляши картошка с грибами мы варенье вроде песочная такую стоишь с вареньем вот такую кристине на завтрак он скакал а я купила шоколадки это белорусские с начинкой такие по евро и в турецком взяла для горла вот для горла во время стримов чтобы у меня это вот мята с ромашкой чтобы горло успокаивало а это по соси и усни я не могла его не взять понимаете так и мужу взяла вот такую халву белая болгарская все болгарская болгарские дни вот в магазине на этом газе турецких товаров на по и 80 у них от разные такое бывают не разные интересные вещи а сейчас буду с вами прощаться подписывайтесь на канал ставьте лайки всем светлого доброго хорошего хорошего настроения а главное здоровья берегите себя не лазайте нигде не по крышам не когда вы сейчас начнете мыть окна вот оттуда откуда-нибудь можно свалиться в общем берегите себя это ужасно какой-то когда мозгов нет откуда-то спрыгнул то все теперь теперь ходи хромай и вообще ужас ужас девочки мальчики берегите себя пожалуйста солнышко всем в душе и теплой осени но если во всяком случае не в погоде то чтобы здесь и дома в до ваших домах было тепло уютно я не только в смысле что включили отопление чтобы было обстановка такая уютная спокойно хорошие все до следующего видео пока